Всем добрый вечер. Четверг 9 часов вечера. С вами Искусство Возможного и я, ведущий Сергей Ильин. Сегодня у нас в гостях директор Российского Института Стратегических Исследований РИСИ. В прошлом, до 2009 года, начальник информационно-аналитического управления службы внешней разведки России, генерал-лейтенант Леонид Решетников. Добрый вечер, Леонид Петрович. Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней передачи – политика и аналитические центры. Я хочу напомнить нашим слушателям, что недалеко, как в прошлый четверг, мы беседовали в нашей программе с Александром Приваловым на, если угодно, смежную тему – политика и экспертное сообщество. И Александр Николаевич, помнится мне, был настроен довольно пессимистично, упоминал отечественных экспертов не лучшими словами. По всему выступлению экспертов, ну или, если угодно, аналитиков у нас вроде как особо и нет. И, если я правильно понимаю, у нашего сегодняшнего гостя совершенно иное мнение. Леонид Петрович, поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну, не совершенно, конечно, иное мнение. Может быть, господин Привалов, и частично прав. Проблемы с появлением, формированием аналитиков последние 10-15 лет возникают. Это точно. Но я хочу сказать, что наши люди, наш народ очень талантливый. И все равно рождаются самородки, рождаются интересные люди, которые приходят в аналитику. Вот я сейчас после работы в разведке перешел на гражданскую специальность и руковожу институтом. В институте 200 человек. И надо сказать, что за последние лет 7 туда пришло много молодых людей и много способных людей. И вот работая в службе внешней разведки, мне занимая должность начальника аналитического управления, а до этого я был начальником управления по сотрудничеству с иностранными спецслужбами, я познакомился и сотрудничал, и работал вместе с начальниками аналитических управлений, отделов примерно 75-80 разведок мира. Это мне приходилось и поездить, и здесь принимать, включая и директора ЦРУ, и руководителя аналитического центра ЦРУ, и БНД, и МОСАДА. Я скажу, что наши аналитики в службе внешней разведки посильнее многих. И сейчас, конечно, в РИСИ, например, работают уже не сотрудники разведки, но это тоже сильные аналитики. Сильные аналитики. Хотя проблемы, безусловно, есть, они вызваны проблемами нашего образования последних 25-30 лет, начиная с 80-х годов. Даже с 80-х? Конечно, когда пошел такой завал, развал и разнос, когда люди перестали заниматься и думать о каких-то профессиях, которые не дают много средств к существованию, как аналитическая работа. В этом смысле господин Привалов может быть и прав. То есть можно ли говорить о том, опять-таки, учитывая то, что говорил господин Привалов, что определенная деградация политической, политико-экономической аналитики, деградация аналитического сообщества в целом в наименьшей степени затронула, скажем так, людей в погонах, людей, когда-то носивших погонах, и тех, кого принято называть, если угодно, аналитиками в штатском. Вот с таким вы согласитесь с заявлением. Ну, людей в погонах, я думаю, если брать наши спецслужбы, то там эти проблемы с аналитиками, они менее обостренные, меньше проблем. Люди все-таки есть. И опыт есть, и традиция есть, и передача традиций есть. Я в свое время поработал молодым аналитиком под такими людьми, как Николай Сергеевич Леонов, Леонид Владимирович Шабаршин, и так этот опыт и передается от одного к другому. Так что я с этим вашим утверждением согласен. Но все-таки я бы не говорил, что вне спецслужб аналитика совсем хромает. Очень много интересных есть центров, есть много интересных людей. То есть проблемы есть, но они не кризисные пока. — Понятно, спасибо. Хочу задать общетеоретический вопрос, поскольку, открою, небольшой секрет перед передачей, Леонид Петрович, несколько раз подчеркнул, что на сегодняшний день он руководитель института, а разведка это все-таки в прошлом. Поэтому ограничусь одним вопросом на эту тему, если позволите, общетеоретического характера. Политика и разведка. Как выглядит взаимодействие и взаимопроникновение между этими двумя, так сказать, отраслями человеческой деятельности? — Между политикой и разведкой? — Да. — Вы хотите проникнуть в секретные тайны? — Нет, конечно, хочу, но не рассчитываю, что это произойдет именно сейчас. — Но я думаю, что, ну, это все знают, и все радиослушатели это понимают, что ни одна страна не обходится без разведки, а ни одна разведка не обходится без аналитики. Вы знаете, что в нашей разведке аналитическая служба в Советском Союзе была создана в 43-м году по итогам первых двух лет войны. Поняли, что огромная ошибка в том, что не было аналитической службы в разведке. И все приходилось принимать решение единицам, без всякого анализа. И клалось на стол верховному уголокомандующему десятки различных информаций. Завтра будет война, завтра не будет война, война будет в июне. Так у нас сейчас пишут, вот писал, сообщал Рихард Зорге. Ну, еще было десятка-три Зорге под другими фамилиями. Разная шла информация, аналитики не было. Не было людей, которые бы анализировали получаемую информацию, не только эту информацию, но около информации есть такая, да, шум информационный. И выдавали какие-то рекомендации. Поэтому без аналитики в разведке, без аналитической работы разведки, политикам очень трудно, очень сложно. И я думаю, что практически невозможно руководству и современному, и в истории нашей страны, и в истории любой другой страны, обойтись без аналитической работы, без аналитики разведки. Спасибо. И если можно, вот последний вопрос в этом направлении. Роль аналитики в разведке. Просто я помню, что мне еще в университете 80-е говорили, что вот условно говоря, ЦРУ получает 90% информации из открытых источников. Уже не знаю, насколько точно это была цифра для середины 80-х, но с тех пор прошло 30 лет. Появился интернет, появились Викиликс, открытых источников стало в разы и на порядке больше, информации, наверное, тоже в разы и на порядке больше. Получается, что роль аналитики, роль аналитических центров еще больше вышла на первый план, а, скажем, рыцари плаща и кинжала, как это принято было называть, наши штирлицы, значение их деятельности в пропорциональном отношении несколько уменьшилось? Нет, нет, никогда не уменьшится. Самое главное — это добыча агентурной информации. И она, прежде всего, предберегается всесторонному анализу. На базе ее идет анализ и открытой информации. То есть анализ открытой информации возможен, как самостоятельный ветвь в аналитике. Но если говорить о разведке, то, конечно, без агентурной, без плаща и, чего вы сказали, кинжала, никак не обойтись. И этим все занимаются, продолжают заниматься. Важна документальная информация, документы, важна агентурная информация. Поэтому открытые источники очень важно. Американцы активно работают, наши активно работают с открытой информацией. Израиль очень активно работает, МОСАД. Активно работает БНД. Англичане и разведка, и контрразведка, и МИ-5, и МИ-6. Все работают с открытой информацией очень активно. Везде есть подразделения большие, которые работают с открытой информацией. То есть, правильно ли я понимаю, что, ну, возможно, там, не знаю, 80-85-90% массива информации приходит из открытых источников, но их ценность и релевантность, ну, по сравнению с агентурной информацией, где-то, ну, половина-половина, а то и меньше. Да. Да. Понятно. Огромное спасибо. То есть, будет ли, то есть, правильно ли я понимаю, что эта ситуация в любом случае не изменится в дальнейшем, сколько бы не делало шагов вперед научно-технической революции, ну, кроме варианта, что все будет подключено к проводам и не будет вообще никакой зависты тайны, в любом случае агентурная работа будет. Ну, другого варианта пока нет. Это самая, наверное, все-таки самая древняя профессия добыча информации. Как журналист, я немедленно продумал про вторую древнюю. Я понял, спасибо большое. Значит, я напомню, что мы беседуем с директором Российского института стратегических исследований Леонидом Петровичем Решетниковым. Телефон в студию 8-495-65-10-99-6. И до перерыва я еще хочу задать вопрос, задать вопрос, ответ на который, я думаю, мы уже услышим после перерыва. Дело в том, что логично было бы рассказать об организации, которую возглавляет наш сегодняшний гость. Российский институт стратегических исследований был создан в 92-м году указом президента Российской Федерации. И наш гость Леонид Петрович Решетников также был назначен директором института именно специальным указом президента. И произошло это в 2009 году. И, как мне кажется, двух этих фактов вполне достаточно, чтобы понять, что данный институт имеет совершенно особый характер. И поразмышляем о том, почему организация такой серьезный статус, какие у нее зарубежные аналоги. Мы после рекламной паузы. Тогда же мы поговорим, собственно говоря, и о том, чем занимается институт, какие основные направления его деятельности. И на эти вопросы ответит Леонид Петрович Решетников. А сейчас мы уходим на паузу. Напомню, это Искусство возможного. И с вами Сергей Ильин. И снова добрый вечер. Искусство возможного. Я ее ведущий Сергей Ильин. Я напомню, у нас в гостях директора Российского института стратегических исследований в прошлом начальника информационно-аналитического управления СВР России Леонид Петрович Решетников. Леонид Петрович, ну вот мы же сейчас ждем звонка в студию от одного из наших экспертов. А пока давайте, наверное, поговорим о вашем институте все-таки. Почему у него такой серьезный статус? Какие основные направления его деятельности? И, наверное, какие там зарубежные аналоги можно назвать? Ну, вы правильно сказали об институте. Он создан указом президента Ельцина. Как обычно, президент Ельцин, он такой оригинальный был человек, он подписал указ 29 февраля. Поэтому у нас день института раз в 4 года. Но вот 21 год уже институт существует. С 2009 года не только я назначен указом президента, но и новый устав в соответствии с уставом, учредителем института является президент Российской Федерации. Задача института это та, о чем вы говорили. Это анализ открытой информации, открытых источников по актуальным проблемам международной политики, экономики, гуманитарных вопросов, двусторонних отношений России с зарубежным миром и другие, целый ряд других вопросов. Вот аналоги. Ну, при подписании нового устава президент Российской Федерации, тогда был Дмитрий Анатольевич Медведев, он сказал, на Западе есть Рэнкорпорейшн, а у нас Рэнкорпорейшн нет. Ну, мы это восприняли почти как задачу. Конечно, вы знаете традиции такой системы, как Рэнкорпорейшн, богатая, история богатая. Мы, конечно, молодые, практически жизнь началась с 2009 года немного другая. Но мы стараемся вот в таком ключе примерно работать, изучая опыт, в том числе и Рэнкорпорейшн. Институт по нашим масштабам или по нашему историческому опыту большой, это 207 сотрудников. Направление от Евроатлантики до Дальнего Востока. Это такие географические направления, от экономики до спорных вопросов истории в международных отношениях или религиозных вопросов в международных отношениях. Очень большой спектр работы, анализ, открытая информация. Полученные результаты мы стараемся прежде всего отправлять в политико-формирующие органы нашей страны. Спасибо, Леонид Петрович. У нас в эфире Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий. Руслан Николаевич, вы слышите нас? Да-да. Руслан Николаевич, здравствуйте. Мы беседуем с Леонидом Петровичем Решетниковым, директором Российского института стратегических исследований. И у меня как бы двойной вопрос, если позволите. Вопрос первый. Вот у нас есть такие три крупные сферы деятельности. Политика, разведка, аналитика. У меня вопрос первый. Какие между ними существуют взаимосвязи и взаимоотношения, как в России, так и за ее пределами? И вопрос второй. Какова в них роль аналитических центров? Таких, как, условно говоря, корпорация РЕНД, которая только что была произнесена, ну и, собственно говоря, конечно, российский институт стратегических исследований. Такой большой вопрос, если позволите. Ну, вы знаете, я постараюсь ответить коротко. Конечно, в отличие от генерала Решетникова, которого я почитаю своим старшим товарищем, да, я знаю его относительно недавно, но наслышан я был с ним, о нем давно, в том числе от моего научного руководителя, еще по МГИМО, генерала Леонова Николая Сергеевича, которому в этом году, даст бог, исполнится 85 лет, который после ухода из КГБ СССР преподавал в МГИМО, в том числе и там был курс по работе по открытым источникам. Может быть, и это отчасти подтолкнуло меня создать вместе с моим другом в МГИМО 16 лет назад Центр анализа стратегии и технологий, потому как нас тогда никто не позвал в РЕСИ. Ну и до РЕСИ, в общем-то, середина-конца 90-х годов был не тем РЕСИ, каким он стал сейчас Леонид Петровича. Ну это так, маленькая преамбула, считайте ее небольшим продакт-плейспентом и подхалимажем, это я сучу, конечно. Вот, если говорить об этой связи, то я могу привести вам лишь короткий и маленький пример. Вот у нас в советское время, так как общество было извращенное во всех смыслах слова, и разведка была в значительной степени поставлена с ног на голову. Вот у нас очень круто было, да, как говорит сейчас молодежь и всеобщество, быть оперативником. Оперативник в поле, оперативник имеет деньги, оперативник имеет свободу действия, фонды, и дальше он что-то присылает в Центр. А в Центре сидят аналитики. Но только кто такие были аналитики в советское время? Это были провалившиеся оперативники, которых невозможно было послать в командировку. То есть, по крупному счету, несостоявшиеся люди, а в некоторых случаях, так вообще такие озлобленные лузеры, да, типа Митрохина, который потом увел архив на Запад, да. На Западе все было ровно наоборот. Оперативники, это были талантливые люди, но лучшие шли в аналитики, они сидели в штаб-квартире, да. Оперативники были их фулгами. А у нас ровно наоборот, когда аналитик указывал на какие-то несостыковки, да, оперативники, которых было больше, они были влиятельны, всегда могли, грубо говоря, загнать озлобленного лузера, сидящего в штаб-квартире, не имевшего достойной зарплаты, там, и так далее, под лавку. По крайней мере, как я это вижу. Все было с ног на голову. Ну, а потом развалился Советский Союз. К тому же, на Западе, наряду с разведкой, оперативниками, аналитиками, сидящими в штаб-квартире, были еще центры, которые формально не имели доступа к разведывательным данным, но как бы находились, ну что ли, находились как бы рядом. Они были компасом, не позволявшим разведке начать перетасовывать факты, скажем, в своем желании или ухудшить, или улучшить ситуацию, да, не позволяли как бы корпоративным аналитикам чувствовать себя без надзора, да. То есть, всегда можно было сравнить аналитику, которая была написана и сопоставлена с помощью оперативных данных разведки и тем, что делали исследовательские центры, да. Зачастую данные... Руслан Николаевич, я прошу прощения, у нас уже поджимает время, но это было. А сейчас? Ну, сейчас этот перекос с одной стороны ликвидирован, да, это, вот скажем, и деятельность РИСИ тому подтверждением, и я надеюсь, что деятельность других центров. Даже мы, хотя мы небольшой частный центр по двум-трем направлениям, таким как военно-техническое сотрудничество, там, военные расходы, военное производство обычных вооружений, не ядерных, можем составить достойную конкуренцию, там, скажем, тому же РИСИ. Естественно, мы не можем позволить себе работать по всем направлениям. Но у нас другой перекос, у нас очень сильно просили спецслужбы, да, потому что они, теперь туда не идут лучшие люди, да, лучшие люди идут в частную экономику, значительной степени чиновничества оттягивают динамичных людей. То есть на нас теперь напала другая напасть, да, если до этого мы, так сказать, нас притянуло в целую, то теперь нас мучает Харик, да. Я понял, большое спасибо, Руслан Николаевич. Так, ну, господин Пухов сделал настолько революционное заявление, что я уж хотел отойти от темы разведки к теме чистой аналитики, но просто сейчас не могу себе это позволить. Ну, вот, Леонид Петрович, вот насколько вы согласны с рядом сделанных за последние три минуты заявлений? То есть то, что в советское время система спецслужб была поставлена с ног на голову, то, что сейчас наиболее динамичные люди идут куда угодно, только не в спецслужбы, ну и ряд других заявлений, которые сделал Руслан Пухов. Руслан Николаевич прослушал очень серьезные лекции МГИМО, я не знал, что МГИМО такие классные лекции читается, но хочу сказать, что, ну, магистрально, в принципе, магистрально, он прав, но насчет советской разведки, ну, Николай Сергеевич Леон, когда пришел начальником аналитического управления, он все это поломал. Это такое было, это действительно было, но это в 75-м году было сломано генералом Леоновым, и очень мощно сломано. Он забросил большую сеть по ведущим нашим научно-исследовательским институтам, было набрано около ста человек, совершенно других людей, вот, не прогоревших оперов, как он сказал, как сказал Руслан Николаевич, вот. И ситуация, конечно, сильно изменилась, и в этом смысле я тут не совсем согласен. До 75-го, 76-го года, да, это очень похоже. Но с приходом Леонова все поменялось. Что касается сегодня, ну, сегодня вообще молодежь мало куда идет, кроме как бизнес, ну, может, немножко чиновничество. Это действительно очень сложная проблема, и очень сложная набора кадров не только в спецслужбы. В Рессии тяжелый поиск идет, мы ищем людей, и их трудно найти. Они действительно разбираются фирмами, банками и какими-то некоторыми государственными ведомствами. Но, я думаю, что потихонечку эта ситуация начинает выправляться. Вот вторая половина 2000-х годов, какие-то все-таки признаки того, что подрастает такая молодежь, которая задумывается о более высоких смыслах жизни, чем просто зарабатывание денег. Поэтому есть шансы и у спецслужб получить хороших людей. Ну, судя по конкурсам в различного рода академии, похоже на то, что шансы это действительно есть. Но я все-таки, наконец-то, постараюсь, так сказать, отойти от разведывательной тематики в сторону обозначенного на заголовке передачи аналитической. Возвращаясь к теме Российского института стратегических исследований один президент подписал указ о создании РИСИ. Еще один президент подписал указ о назначении директором института Леонида Петровича Ришина. И новый устав. И новый устав, да, совершенно справедливо. Насколько, по-моему, в один тот же день, если я не ошибаюсь. Вот. Как выстраиваются отношения института с действующим российским президентом, если этот вопрос не покажется вам не скромно. Действительно, мы не претендуем на то, что у нас прямые связи с президентом Российской Федерации в настоящее время, но у нас прямые связи с администрацией президента, который является основным потребителем нашей информации. Но то, что все-таки доходит лично до президента, это такие вещи бывают, работы докладываются. А я и по прошлому опыту, по прошлой работе, если попала к Путину бумага, она всегда возвращается с пометками. А иногда и с конкретными вопросами и рекомендациями. Вот это очень сильно отличает Владимира Владимировича Путина. Это его фирменный такой знак. Я еще под прежней работе это неоднократно видел. Там, конечно, значительно чаще. А здесь, в Реси, мы тоже убеждаемся, что если это доложено, то это прочитано и заинтересовано прочитано. Нет, ну, разумеется, если есть пометки, понятно, что человек ознакомился с текстом, ознакомился достаточно вдумчиво. И где-то там, условно говоря, выражает согласие, не согласие, указывает какие-то пункты, на которых имел бы смысл остановиться. Ну, хорошо, тогда, может быть, пройдем по тем позициям, по которым сейчас во многом, так сказать, направление отечественной внешней политики. Сейчас, насколько я помню, принимается новая концепция внешней политики, но она еще полностью не вступила в силу. Ну, вот, навскидку, такое важное, как мне кажется, направление, как постсоветское пространство. Собственно, направление евразийской интеграции, которого, ну, прямо скажем, в 90-е просто не было. Была фикция в нулевые, ну, когда сменилось руководство страны и не только. Судя по всему, это действительно стало одним из ключевых направлений, причем не из направления говорильня, а из направления делания чего-то. То есть, собственно говоря, заработал в полную силу институт СНГ, заработал, созданный ранее ОДКБ, дальше Евразес, экономическая интеграция, таможенный союз, Евразийская комиссия, перспективы Евразийского союза. Вот, я так понимаю, что это одно из направлений Российского института стратегических исследований, одно из базовых. Вот, что можно сказать по этому поводу? То есть, динамика пока вроде неплохая. Вот, чем объяснить эту динамику и каковы тут перспективы, на ваш взгляд, Леонид Петрович? Ну, это действительно важнейшее направление. Не только нашей внешней политики, это важнейшее направление жизни страны. Мы, в принципе, без интеграции экономической, да и культурной, и политической интеграции, нам тяжело жить будет. Просто России тяжело жить. Вы посмотрите на карту, как мы, как нас обрезали от транспортных артерий, от теплых морей. Наши государи прорывались к этим морям, к этим артериям веками. Мы это быстренько за год-другой все потеряли. И нам просто тяжело жить. Этот организм, большой все-таки организм нашей страны, он нуждается в этих связях, в этом развитии. Вы много перечислили. Я скажу, первый такой конкретный результат, это таможенный союз, конечно. Он заработал только между тремя странами. Сейчас вопрос присоединения некоторых других стран. Если таможенный союз также целым, несмотря на проблемы некоторые, успешно будет работать, мы создаем основу для реальной экономической интеграции. Называют ее евразийской экономической интеграции. Это хороший фундамент. Вопрос в другом. Мы этим много занимаемся, много пишем, много докладываем аналитических обзоров, записок на эту тему. Мы стараемся показать, что мешает. Что мешает Украине? А это важнейший вопрос. Украина. Украина должна быть в нашем экономическом союзе. Без нее очень сложно. Что мешает Украине? Вот на это нацелена работа нашего института. Что мешает странам Закавказья, Азербайджан? Ну, с Грузии понятно, что ему мешает. Но с Арменией тоже менее. С Арменией тоже она в сложном положении. Ну, там нет общей границы, как я понимаю. Блокада. Практически блокада в тяжелом положении. И надо Армении активно помогать и искать выхода из этой ситуации. Нам не забывать. Поэтому это очень важное направление. Не просто это важно, например, внешние политики, какие-то экономические преференции. Нет. Это вопрос жизни нашей страны. Полнокровной экономической жизни нашей страны. Мы жили в этом составе, можно сказать, веками. И эти связи надо восстанавливать. И не только восстанавливать, их надо развивать. Поэтому у нас это важнейшее направление. Если позволите, небольшой вопрос. На нем даже, наверное, можно не отвечать. Но мне лично интересно позиция вас и позиция вашего института. То есть всем понятно, что Украине, что всем нам хотелось бы, чтобы Украина была в таможенном союзе. Непонятно, интересно ли это самой Украине, правда. Но есть как минимум два претендента на участие в таможенном союзе, чье возможно участие, позитивность которого не столь очевидна. Ну, грубо говоря, Кыргызстан и Таджикистан. Вот что вы можете сказать по этому поводу, если это не очень неполиткорректный вопрос? Ну, надо, если есть желание у Кыргызии и у Таджикистана войти в таможенный союз, надо над этим желанием думать и работать. Надо не забывать, я всегда говорю, во время войны 1812 года, для людей, народа, которые приняли участие, не военных, ну, партизаны или какую-то помощь оказывалась, была медаль, называлась «За пользу». Вот нам надо все взвешивать. Тут тоже просто так, давайте все до кучи, нельзя. Вот будет польза, надо принимать. Не будет пользы или это польза недостаточно, надо пока подождать. Вот такой вопрос из Кыргызии и из Таджикистана. Будет уверенность в пользе? Значит, за пользу принимаем. Нету пока, подождем, когда появится эта польза. Вот в таком ключе должны мы работать. Что касается Украины, польза очевидна. Ну, очевидно, естественно. И для нас, и для Украины. Инфраструктура. Да, но там, это уже политический вопрос. Разумеется. Вот. Насколько я понимаю, разумеется, деятельность института, будучи направленной, так сказать, на внешнеполитический фронт России, естественно, не замыкается на постсоветском пространстве. Отсюда вопрос, какие направления являются приоритетными для исследований в сфере геополитики и геоэкономики? Ну, мы сейчас активно, и все понимают, наверное, работаем и по проблематике отношений с Соединенными Штатами. Это важнейший мировой фактор, с которым надо работать. И занимаемся вопросами развития отношений с Китаем. Это еще один важнейший фактор. Мы сейчас очень много внимания выделяем вопросам взаимоотношений с ЕС и вообще ситуации в Европе. Особенно в связи с тем, что Европа переживает мощный, мощнейший кризис. И этим мы активно тоже занимаемся. Тот вопрос, который, разумеется, не могу не задать. Мы стараемся не привязываться к актуальным поводам, но тема Кипра сейчас настолько актуальна, что от нее убежать просто физически невозможно. Что происходит? Что происходит с Кипром? Почему происходит? Почему такие странные реакции самых разных сторон? Например, почему наш премьер-министр говорит о том, что на Кипре находятся, в числе прочей авуары каких-то отечественных госструктур, как это следует понимать? И чем сердце успокоится? Ну, сердце может не успокоиться, потому что то, что происходит на Кипре... Успокоится ли, да? Да, успокоится ли, да. Но у нас, может быть, лично у нас с вами нет особых волнений в плане личных каких-то... Это мне-то воров. Да, у меня тоже, да. Но рвется там, где самое слабое место, да. И надо говорить не только о Кипре. Ситуация в Евросоюзе очень тяжелая. Прорывается там, где самая тонкая предохранительная система. Вот рвануло в Греции, рванул... Но сейчас рванул Кипр. Но там же вроде как в Греции рванул по более объективным причинам. А тут просто некое волевое решение. Решили резать по живому и много в этом преуспели. Нет? Объективных причин. Таких серьезных не было. Казалось бы. Есть такая версия, что это все-таки связано с усилиями в том числе и Соединенных Штатов Америки нанести предварительный удар по России и так далее. Я думаю, все-таки может быть, это тоже присутствует. Но самое главное это, конечно, европейский кризис. И отпадают слабые. Отпадают слабые. И следующий. Вот сейчас очень... Мы говорим, Кип-Крип сейчас может рухнуть Греция. Которая вроде бы удержалась на... А то, что сказал Медведев по поводу слона в посудной лавке, он очень точно сказал. Так дела не делаются. Они подрывают авторитет вообще своих банков даже. Да. А, кстати, нет ощущения, что это может спровоцировать очередную волну кризиса, причем на ровном месте, поскольку та сумма, из-за которой идет речь, ну там 10, 20, 30, условно говоря, миллиардов долларов, на самом деле, миллиардов евро, на самом деле даже меньше спорные суммы, предполагаемые к изъятию порядка 6 миллиардов. То есть эта сумма копеечная по понятиям Евросоюза, не может ли это спровоцировать полноценный кризис? Может. Может, конечно. И в этом угроза Кипра. И все-таки я, если позволите, еще раз повторю свой вопрос. А насчет, вот, меня немножко удивила фраза Дмитрия Анатольевича насчет того, что некоторые наши государственные структуры имеют счета на Кипре. Как это вообще понимать? У нас информации о таких государственных структурах нет. Может, кто-то имеет. Я просто не знаю. Нет, ну я могу предположить, что это условно говоря, ну, допустим, какие-то там венчурные компании, которые работают при российской венчурной корпорации или что-то в этом духе. То есть правильно ли я понимаю, что просто это вопрос не совсем по адресу? Потому что, я поясню, я за последнее время беседовал с некоторым количеством людей. Естественно, появилась масса конспирологических версий. Конспирология у нас, как правило, занимается абсолютно не те люди, которые занимаются аналитикой. Поэтому и мне не хотелось бы сейчас на эту тему говорить, потому что только вот по этой версии можно сейчас рассуждать. Хорошо. Следующий вопрос, который я хотел бы обсудить, это ситуация на Востоке. И, соответственно, речь идет о арабской весне, которая вроде как закончилась. С другой стороны, вроде как не совсем закончилась, поскольку в Сирии у нас ситуация по-прежнему напряженная. И если позволите, у нас сейчас на связи главный редактор журнала «Международная жизнь», внештатный советник министра иностранных дел Российской Федерации Армен Аганесян. Армен Агарникович, вы слышите нас? Добрый вечер. Да, да, хорошо слышу. Добрый вечер. Я напомню, мы беседуем с Леонидом Петровичем Решетником у нас в студии. Вот прямо сейчас мы подошли к теме арабской весны, которая вроде как закончилась формально уже год на как, но с другой стороны, судя по ситуации в Сирии и в целом, ничего не закончилось. И в Ливии, условно говоря, порядок никого не установлен, и Египет по-прежнему не то, чтобы пылать на что-то в этом духе. Вот, Сирия вообще мне лично во много напоминает ливийский сценарий, слава богу, пока с менее мрачной концовкой. Вопрос, вот что происходило? Каковы, на ваш взгляд, основные движущие силы всех этих процессов? Ну, арабская весна сейчас, она не прервалась, но она перерождает. Она превращается в нечто, если не прямо противоположное, впрочем, в некоторых оттенках, да, совершенно другое явление. Но вы правы, это какая-то бесконечная трансформация, трансформация как-то перманентное изменение, которое можно считать революционными, только никак не замеряешь их качество. Что же это за такая же революция? Ну, самое сложное было еще в самом начале, как-то это приходило задавать вопросы арабистам, которые давно изучают этот регион, а что же, собственно, как любой революции является движущей силой, да, на насилие. Ну, вот, очень трудно было определить. Это такое аморфное, в общем-то, слои населения, перемешанные по возрасту, по своему социальному типу, что вот та движущая сила революции, как мы привыкли, да, в маркетинге определять. Она была неопределима. Даже Евгений Максимович Примаков как-то сложная. Это он сказал, да, действительно, когда задал я ему этот вопрос, он говорит, действительно, это непросто ответить на этот вопрос, классический вопрос относительно революции по марксизму. Вот поэтому, наверное, все бурлит, как бродильный чай. Но, не к этой черте, совершенно отчетливо мы видим сегодня. Запад, в общем-то, надеялся, что вот та работа, которая была проведена на Арабском Востоке неправительственными организациями, вот эта пропаганда постиндустриального общества, что она постепенно вестернизирует и приблизит к Западу еще ближе, приблизит в некоторых частях своего, так сказать, бытия и населения к Западу, особенно младенцу. Простите, если позволите, я вас перебью, но удивительная штука. Неужели они не могли прочитать буквально полтора хода вперед, что, условно говоря, в Египте, к примеру, будет отнюдь не вестернизация, а совсем наоборот, скорее архаизация? Вот как ни странно просчитались, вот как ни странно, это, как говорится, на каждого мудреца довольно простоты. Ну, как никто не предполагал, что Советский Союз не один из центров стратегических исследований это признанно, не знал, что не мог предугадать, что вот распадется СССР. Там много работали на это. Но когда это произошло и как это произошло, предугадать нельзя было. То же самое произошло с арабской революцией. Ну, разные, конечно, явления, но вы правильно задаете вопрос. Это действительно самое удивительное. Ну, и тогда, если позвольте, еще один вопрос. Видя, что происходит, зачем же они, грубо говоря, расшатывают ситуацию ровно в том же направлении в Сирии, если уже есть очевидный недавний опыт. Ну, хорошо, ладно, люди неправильно предсказали. Тут прямо перед глазами прямой аналог. Зачем же действовать таким же образом в Сирии? Просто силы инерции? Ну, во-первых, трудно уже отступать назад. Это будет потеря лица. Во-вторых, что касается Сирии, здесь все-таки есть один подтекст очень важный. Сирия – это последний союзник Ирана. И если так поставить вопрос, а Сирия – это не первичная цель, а первичная цель. Подготовка кампании против Ирана, то Сирия представляет как раз наиболее важную страну. Это последний союзник Ирана. Я понял. В этом плане, тут стратегема скорее, хотя вы правы, в этом правы, есть инерция такой вот, как бы, нести это знамя и дальше. Большое спасибо, Армен Гарникович. Я напомню, с нами был главный редактор международной жизни, неждатый советник Министерства иностранных дел Российской Федерации Армен Аганесян. Леонид Петрович, он остался чуть меньше двух минут до перерыва. Хочу вас спросить, вы согласны с точкой зрения, что, если говорить обо всем, кроме Сирии, просто неправильно рассчитали западные аналитики, ожидали одного, а получили совершенно другое. Очень сложно просчитать было, потому что мы должны понимать, что это кризис цивилизации. Это кризис мусульманской, исламской цивилизации. Куда дальше? Или, как вы сказали, на Запад, вестернизация, или же традиция. Архаизация. Да, или же, да, традиция. И вот этот вот кризис, и те же американские аналитики, да, те же ЦРУшники, открытые Рен Корпорейшн, они считали, что вестернизация дошла до такой степени, что можно сыграть, можно сыграть и повернуть развитие в эту сторону. Ну, вот мы пришлем сейчас, привезем Эль Бородея, помните, привезли? Да, да, да. Эль Бородея, его все любят, его, да его никто не знает в этом Египте. Вот оказалось. А теперь уже и Мурсия, если я правильно понимаю, оказывается слишком прозападным. Слишком западным, точнее, слишком вестернизированным. Значит, во всех странах это явление кризиса цивилизации. Куда дальше должна развиваться цивилизация? И идет эта борьба либеральных сил, прозападных, демократических, традиционных, этатистских типа военных. И эта каша, вы абсолютно верно говорите, и Армен правильно сказал, эта каша будет продолжаться. А здесь играет, ниже играют и другие факторы, да. Сирия, действительно, это ступенька к Ирану. Это тоже играет, да. То есть есть тактика, но есть более, так сказать, стратегический. Но стратегический, надо говорить о кризисе исламской цивилизации. Понятно. Ну что ж, большое спасибо. Я напомню, что мы беседуем в нашей студии с директором Российского Института стратегических исследований Леонидом Петровичем Решетниковым. Телефон студии 8495-6-5-10-99-6. Мы уходим на последнюю нашей передачу рекламную паузу. Встретимся через минуту. С вами Сергей Ильин. Последняя часть нашей передачи сегодняшней. Напомню, мы беседуем с директором Российского Института стратегических исследований Леонидом Петровичем Решетником. Только что мы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в арабских странах. И теперь мой вопрос. Западные неправительственные организации, западные НКО, о которых мы говорили вот в предыдущей части, какова их роль на Востоке и какова их роль в принципе в, ну скажем так, в деструктивных процессах, которые происходят в целом ряде стран. И насколько мне известно, зачастую это происходит и на постсоветском пространстве. Вот я задам потом более подробные вопросы, а вот сейчас хотел бы услышать общий обзор. Ну, НКО. НКО это та пресловутая мягкая сила, о которой говорил и президент Обама, и говорят и наши руководители. НКО многочисленные. И НКО работают не только на постсоветском пространстве, активно работают в России. Их очень много. Я как-то приводил пример совсем недавно. Вот смотрите, есть такая непризнанная республика Приднестровья, да? Вот. Там работает 400 НКО. Не наших, зарубежных. А наших ни одной НКО нет. Вы представляете, 400. А территория для нас, ну, район Московской области, ну, больше. И население не больше, а как бы и не поменьше. Да, да, да. Там 400, там тысячи. 400 тысяч. Да. Вот. И мы даже не помним, забываем. Вот у нас есть интернет-ТВ в России. Наша бригада вернулась, взяла интервью у президента Приднестровья, господина Шевчука. Интереснейший человек, интереснейший собеседник. Молодой, современный, интеллектуально образованный. С ним просто беседовать интересно. Никто за год его президентства в России не обратился к нему и не взял интервью. Это просто поразительно. А НКО западных, к нему постоянно приезжают эти люди, предлагают различные программы. Это вот на маленьком примере. Я хочу сказать, Сергей, Госдепартамент дважды в год собирает руководителей НКО американских, которые работают по всему миру. Дважды в год. И руководители Госдепартамента, не всегда госсекретарь, кто-то из его замов, но иногда и госсекретарь, вот проводят примерно такую беседу. Господа, наше основное направление Госдепартамента, это, например, я говорю, Грузия. По Грузии вот надо вот такие аспекты очень важны. Вот надо сделать то-то, то-то, то-то. Вы там занимаетесь медициной, но вы имеете в виду, потому что вот это очень важно. Вы занимаетесь только СМИ, это вот такие, понимаете, практически дается установка. Да? Вот у нас тоже встречи с министром иностранных дел бывают раз в год. И мне иногда хочется сказать, Сергей Владимирович, вы поактивнее ставьте задачу, давайте. Хотя, с другой стороны, у нас министр такой очень интеллектуального плана, он когда говорит вещи, это вот настоящий аналитик, да, многое тоже становится понятно. Но поактивнее НКО, конечно, это очень сильное оружие. Очень сильное оружие в международной политике, в идеологической работе, в пропаганде, мощнейшее оружие, которое мы, к сожалению, не очень, не научились активно использовать. Не научились, потому что у нас советский опыт, это не пущать и молчать. И никаких НКО, и никаких общественных организаций там за границей. И не сидите тихо. Поэтому за 20 лет мы не смогли пока научиться. Пока есть отдельные интересные примеры, но пока не смогли. А Запад действует очень изобретательно, активно. И участие НКО в событиях в Киргизии, на Украине, в Египте, да, во всех странах мира они очевидны просто. Леонид Петрович, вопрос, который я не могу не задать, и не могу не задать именно вам. В прошлом году мне довелось поработать на предуберной кампании зимой. И там же не функционеры, на северо-западе, в северо-западной регион, там же не функционеры. У меня очень много рассказывали про некий хельсинский штаб, где сидят какие-то молодые креативные люди, и на, грубо говоря, ну, очень грубо говоря, на деньги того же Госдепартамента, шуруют, условно говоря, в данный конкретный зимний сезон 2012 года по России, а там куда скажут. Вот что это за хельсинский штаб? Вы, наверное, знаете лучше меня. Ну, я точно так же знаю, как и вы. Примерно так же. Нет, не могу сказать, что я лучше, но такие группы есть, такие штабы есть и в Хельсинки, и в Праге, и в других местах. И они и подальше, и в Париже. Идет активная подготовка к лету. Я думаю, что расчет на то, что попытаться летом повторить в более крупных масштабах Болотную площадь и другие выступления. Знаете, я хочу сказать, вот я как по телевидению показывали из Болотной почты репортаж, и один человек бил по машине НТВ ногой и кричал, кто здесь агенты американские? Я вот сам пришел и бил руками, ногами по машине НТВ. Они какой-то репортаж показали. Этот человек не понимает, что он действительно сам пришел, и мы знаем, что он сам пришел. И десятки тысяч людей, которые там были, они сами пришли. Ну да, кинуть эскорку, а дальше уже все само горит. Ну вот Руслан Николаевич Пухов здесь выступал, он лекции слушал в МГИМО. На тысяч человек одного достаточно. Понимаю. Одного человечка достаточно, и все сами придут. Понятно. Ну, на самом деле, вопрос про хельсовский обком, это я задал для своего факультативного образования. А из того, что вы сейчас говорили, еще любопытный момент, сколь сильны НКО. НКО западный столь слабый НКО наше, причем как в зарубежной деятельности, так и в деятельности внутренней. И поэтому у меня следующий такой глобальный, насколько это возможно, на оставшиеся там 7 минут вопрос. Вот смотрите, есть государство, есть бизнес, есть частного государственные вещи, есть аналитики, есть аналитические центры, есть НПО. Вот срастается ли у нас любовь между всеми этими четырьмя компонентами в стране, или пока недостаточно хорошо? Ну, я думаю, с бизнесом очень слабо срастается. А почему? В отличие от Запада. Я думаю, что наш бизнес политически неактивен в своей сути, политически космополитичен, а во многих случаях и бизнес, как я сказал, находится под шармом, а может и под идейным влиянием Запада. И вот в целом наш бизнес очень трудно понимает возможности работы в области мягкой силы НКО. Если позволите, уже задам более конкретный вопрос с НКО, понятно. Но вот смотрите, допустим, есть РИСИ. То есть это аналитическая организация, которая занимается анализом ситуации за пределами России, в том числе внешние рынки. С другой стороны, у нас есть целый ряд контор, фирм, организаций, как государевых, так и полугосударевых, и откровенно частных, которые занимаются внешней деятельностью, внешнеэкономической. И для них такая вещь, как конкуренция на рынках, конкурентная среда и так далее, ну что, для этого используют, собственно, отдел маркетинга со студентами? Нелогично. Нелогично. У нас есть заказы, я вам честно скажу, что обращаются некоторые, как вы сказали, конторы, фирмы, крупные корпорации обращаются с просьбой подготовить или большую аналитическую работу, или серию аналитических работ. Я не скажу, что это поток обращений, но такие обращения есть. Мы выполняем, хотя, конечно, нагрузка огромная по другим темам и для других ведомств мы работаем. Но мы выполняем такие обращения. У нас были заказы и такой, казалось бы, все знающие компании, как «Газпром», и мы ее успешно выполнили. Сейчас с одной из дочек «Газпрома» выполняем постоянный заказ. Такие заказы есть. Но это, да, это, знаете, заказ для деятельности самой фирмы очень важный. А вот же, чтобы фирма, бизнес-круги сделали заказ, сделали бы аналитику, которая важна не только для фирмы, а вообще для всей нашей страны, для нашего руководства и для фирмы тоже. Вот такого очень редко бывает. А у американцев это ежедневная практика. Почему «Ренткорпорейшн» такая могучая организация? Если бы, когда президент ставил задачу, мы бы о мысле, если бы хотя бы на десятую часть нас финансировали так же, как «Ренткорпорейшн», а их финансирует не только спецслужбы и господдамент, их и корпорации, и американские, и зарубежные. Потому что есть интерес, есть понимание. Есть понимание необходимости тех или иных изменений политических в мире, в той или иной стране. Есть понимание необходимо проследить последствия от этих изменений. То есть они мыслят действительно, я извиняюсь за выражение, стратегически. Вот. Они мыслят глобально. У нас пока это отдельные случаи. То есть правильно ли я понимаю, что наблюдается довольно забавная ситуация? Вот смотрите, государство, бизнес и аналитические центры, берем конкретный пример Российского института стратегических исследований. С государством вроде как все хорошо. Ну, не все хорошо, но... Нет, ну как, если деятельность контролируется первыми лицами администрации первых лиц, с бизнесом вроде как все тоже неплохо. Но вот нет, может быть, это проблема России в целом. У нас очень плохо с институтом частного государственного партнерства, и у вас, грубо говоря, отношение с государством — это одно, а отношение с бизнесом — это совершенно другое. И как с этим бороться, какие тут возможные перспективы, скажем так? Бороться... Ведь надо это как-то увязывать в некое единое целое. Надо увязывать, конечно, надо подсказывать бизнесу и сверху, со стороны нашего руководства. Но самое главное, чтобы бизнес стал вызревать. Понимание у бизнесменов, их, так сказать, политический, интеллектуальный рост, он должен происходить, он за 20 лет — это малый срок. А еще вырастут такие бизнесмены и такие предприниматели, которые будут мыслить категориями государственного деятеля. Это настоящий бизнесмен. Это настоящий. Вот он должен быть таким. Он бизнесмен, но он мыслит категориями государственного деятеля. Вот тогда это мощный бизнес. Тогда и Россия поплывет более уверенно. Ну, наверное, при этом надо понимать, что 20 лет — это довольно оптимистический срок. Дело в том, что далеко не все крупные состояния делались 20 лет назад. То есть кто-то там остались. А серьезные крупные состояния, ну, грубо говоря, с изменением конъюнктуры на углеводород и в целом, да и персонали изменялись, это даже не 20, это, наверное, скорее 10 лет. И нужно ли, грубо говоря, ждать наступления уже нового поколения, совсем нового поколения детей нынешних крупных предпринимателей, или все-таки авось дойдут своим умом? Нет, ждать не надо, вообще ничего не ждать. Каждый должен делать свое дело, стараться делать это лучше, и показывать, и рассказывать, и советовать. Но есть объективный еще процесс. И мы никуда не денемся от объективного процесса. Вот это вот понимание, оно приходит не только от советов, от указаний, указов и приказов, но и от собственного развития. Вот такой взаимный процесс должен быть. Ну и тогда, если позволите, доставлю я 100 минуты с копейками. Последний вопрос. А развитие-то это идет, по вашему ощущению? Я думаю, идет. Вы знаете, в последнее время, очень часто, последние лет 10, все время говорят, Россия самая слабая, мы потеряли свое место, нас с нами никто не считается. Абсолютно неверно. Во внешней политике с нами считаются все, за нас борются все. Я недавно на совещании у министра иностранных дел сказал, я просто снимаю шляпу перед министром, перед президентом, как нам удается, испытывая внутренние экономические трудности, как нам удается проводить такую в целом правильную, самостоятельную, суверенную внешнюю политику. И с нами все считаются, с нами хотят все нас заполучить. Кто, чтобы мы дружили против Китая, кто, чтобы мы дружили против Америки, кто, чтобы мы дружили против Ирана, кто, чтобы мы дружили против ЕС и так далее. Все хотят иметь Россию, поэтому не надо нам себя уничижать. Большое спасибо. И на этом мы сегодня заканчиваем программу «Искусство возможное». Я напомню, что с нами был директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников.